Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 841, эпиграф, Псалом 40, 12 стих. «И с того узнаешь, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки». Это за 4 апреля 2018 года. Вот я, какие события дня, пришли уведомления, бандероли пришли, там какая-то посылочка. Не хожу, далековато, но пошел. И оказалось, что там какое-то лекарство жене прислали, и надо заплатить 4607 рублей. Я так и ахнул, говорю, выбросьте его, она без разрешения это делает. И вот утром записали даже ролик, как она на это дело сама смотрит. Это для примера, чтобы люди научились правильно поступать, слушаться мужей, если они верующие. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вам. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за приглашение на праздник. Праздник как к вам. Ну не так, на праздник. За приглашение на праздник праздник как к вам. Вот. Раздавали Евангелие Красное. Ваше стихотворение, проповедь о Пасхе Христа, молитву о спасении родного края, наши поделки, молитвословы и прочее полезное отвечали на вопросы посетителей центров. Отмечаю тенденцию охлаждения к вере нашей. Те, это уже пятнадцатая наша акция, и прежде была интересна и вопросов побольше. Подростки-патриоты, одержимы староверством, молодые отшатывались от наших бесплатных предложений и, набирая скорость, скрывались в рекреациях центра. А вот вербочки весьма охотно забирали и даже жертвовали нашу кружку. Увы. Вот староверством, то есть язычеством, молодые, ничего не надо делать, прыгать, ну, разные повязки на голову навязать, и больше ничего не надо. То есть к сатанизму возвращается Россия. Доигрались. Подходила и служка сторожевой башенки, полностью зазомбированная бредовыми постулатами, своей башней церкви. Ее точку невозврата стоит только оплакать. Приведу один ее грозный оклик. Вы стоите, деньги собираете. Разве не в курсе, что Бог выгнал из церкви торгашей? Ответ. Простите, но мы в торговом центре находимся с вами, а вы еще и идолон кланитесь и целуете их. Господи помилуй, сама без платка, с перекошенным от ненависти своим лицом, строчит глупости без остановки, а мы стоим только бровки, вздергиваем и улыбаемся. Подытожим. Вам нравится пребывать в чужой глупости? Вот и подумалось, Бог закрыл башнистов, устал от их бесконечной глупости, вторгающейся в неразвитых духовно наших сограждан и Аллилуйя. Всех с наступающей Пасхой Христовой 2018 года. Благодарю за все. Из книги свято-пантелеймоновской скит Феофания. Ответы старца Ванифатия. 172. Вопрос странника. Для чего христиане, садясь за трапезу, осеняют ее крестным знаменем? Ответ старца Ванифатия. Для чего благословлять брашно, вопрошая святой Златоуст? Неужели она нечистая? Не нечистая, ответствует все великий учитель. Но мы сами, принимающие их нечистые, требуем ежеминутно освящения. Вот это перечерпанто тоже читаете? Я не знаю, что перечерпанто. Это система, что ты барахли. Я боюсь, Господи, нечистоты брашен, говорит Блажен Августин. Не нечистоты брашен. Не нечистоты брашен, да. Говорит Блажен Августин. Ибо зная, что они от тебя. Но я боюсь, собственно, нечистоты. И потому всякий раз предваряю вкушение, брашен, молитвою. Ибо через нее я признаю, что они от твоей десницы. Не они, а они. Это старый язык славянский. Они. Ибо они от твоей десницы, они. А они никто не поймет. Как у старобрядцев. Ударение делается на предлог. Отче наш, иже истинное, на небесе. Я говорю, а как скажешь? Да допустим, ну что-то такое. А как? На него надеюсь. На него надеюсь? Ну да. То есть выдумка все это. Что ты виновник их, и я имею их только от тебя. Принимая их так, я принимаю с признательностью, благодарением и любовью. И через это очищаю мою душу. То есть через пищу ощущает душу. Так. Ну а теперь я хотел... Ну ладно, допустим, здесь Златоуст находится и Августин. Я как бы к ним сейчас обращаюсь. Вот, допустим, нужно открыть еще Тимофею. Тут меня снимать очень трудно. Тимофею первое послание. Так. Второе. Добавил третье. Так. Считаем. Ой, где она у меня четвертая? Считай. Первый Тимофей, четвертая глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом оборстителям и учением бесовским. От веры отступят, то есть от правильной веры. И откуда? От бесов. От демона будете все. Через лицемерие лже-словесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением. То есть причина какая? Если принимается с благодарением, а так и нехорошо, и просто. Потому что что? Освящается словом Божиим и молитвою. А что чистое, нечистое, прямо указывает пищу. Прямо освящается. А что освящать, если все чисто? Значит, не все чисто. По разным причинам. И поэтому к златоусту, которые говорят о ней, что мы через это освящаемся. Потому что с молитвой, с Божьим словом и молитвою. По слову Божьей. Читайте 11 глава. Левит и про... Так у нас не действует. Написано, всякое творение Божие хорошо. Всякое. Лягушек ест, там китаец обратился. Это его дело. Вот они там разных саранчу, акриды. Летят, удараются в фонарь. Их собирают, жарят. И вкусно так у них. Но если у них сердце принимает, душа, пусть едят. Не надо никого осуждать. И дальше. Наталья Усатая. Мир вам, отец Игнатий. Замечательный стих. Как-то смотрела ее ролики, но она вне церкви. И я перестала просматривать. Это Вера Сергеевна Кушнир. У аудитории, слушатели, до того мрачные лица, и ее прозрачный платок мне не понравился. Вот теперь открыто сказала все. Вячеслав, мне нужен совет ваш по поводу жены. С последнего нашего совместного разговора, второе, то есть мы разговаривали, жена была... Когда мы просили вас рассудить нашу ситуацию, супруга моя, видно, стала вас недолюбливать. Но это еще слабо сказано. И мне кажется, что Вера ее после этого все уменьшилась. Да где уменьшилась? Все уменьшалось, а стоит по суше. Вера уменьшалась, уменьшалась. Что Вера ее после этого все уменьшалось. Пока, наконец, не достигла уровня среднестатического. Среднестатистического. Статистического. Прихожанина РПЦ МП. Сейчас она везде ищет компромиссы. Хотя мы, читая вместе, ваш трехтомник молимся. Но за это засыпись и пока что можно и делать. Больше ты ничего не сделаешь. Говорил Павел, не женись. Ну вот, а вот она такая, вот она такая есть, она другая не стала. Как один где-то будто бы молился и говорит, Господи, ну почему так? Вот я знакомился с ней, такая она была кроткая, ну как ангел. Девушка, ну все хорошее. А как стала женщина, ну и пошло. А Господь ему будто сказал, я сотворил девушку, а женщинами вы их, мужчины, делаете. Так что получай свое. Но видно, что ее это не касается так, как должно. Вот бывает, что мы ссоримся, и она мне намекает, что я давлю на нее, заставляя делать то, что ей не хочется. Ну как, не отвергнись себя, мало что не хочется. А она хочет подстригать волосы, носить брюки и так далее. Но это уже дружба с миром, это опасно. Вроде бы старается соблюдать. Ну подожди, в постах у нее тоже компромиссы разные, в постах. В постах у нее тоже компромиссы разные. То есть, ну есть, что хочет, веры-то и нету. Вроде бы старается соблюдать, и в то же время, как будто боится мне не угодить. А ей оно тогда надо, такая вера. А ей так и надо, такая вера? Да. Вопрос состоит. Ты считаешь так, что люди не поймут, что она? Да, неправильно. Я ей сказал, что если оденет брюки или будет стричься, то отношение к ней будет другое. Но вот задумался, и появился вопрос. А нужно ли все это? Стоит ли ее тянуть за собой через силу? Если она не покорилась Христу и Евангелию, а все только приспосабливается, будет ли ей от этого польза или только вред нашей семье от постоянных конфликтов? Как мне быть, чтобы не навязывать ей и в то же время совсем не распустить? Вот тебе сколько вопросов было. А теперь только одно. Как по порядочному разойтись? Жизнь я не... Это еще она хорошо делает, а дальше она будет такое вытворять. И она своим телом так распорядится, как ты не хочешь, Лев Толстой говорит. А он знал толк. Игнатий Лапкин, нужно было думать об этом, еще доженить бы. Мой совет опоздал. Да, если бы... Да, если бы дело она как должно, она бы вину в другом не искала. По-мирски будет вести себя мир и покажет ей свое лицо. То есть она будет наказана от этого мира, что она любит? 1 Иоанна 4,5. 2 Иоанна 5,5. Следует их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Разврат ума, искажение слова, как пишет Тютчих. 2 Петра 2,3. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Вот и все. 2 Тимофей 4,3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Пришло время это. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот так. Вчера просмотрел похороны Билли Грейма. И там выступали все по бумажке. Все. И Дональд. И все. Трамп выступал. И вот как принесли. Они открыли, и сейчас подходит. И гроб огромный, такой ящик. И к нему руками все масоны. Масонство. И он сам там был. Это Баптист был. Промасоненный до мозга костей был. И вот он знал, что такое. Льстил слуху их. Исайя 30, глава 10 стих. Которые провидящим говорят. Перестаньте провидеть. И пророкам. Не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное. Предсказывайте приятное. 1 Иоанна 2, 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Вот это самое-самое главное. Нет любви отчий. Все. А без любви к Богу, Отцу Небесному, еще будет. Ничего нету. 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Иакова 4, 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? То есть это духовная проституция. Любить мир, это вот она думает, брюки, это разврат умов. Титул 2.12. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие... Наталья Усатая, Роман Фроликов. Вы в чате столько много цитируете Писание, а в благовестии и близко нету. И вы снимайте, пожалуйста, со стороны, а не снизу вверх. То есть ему Евгений Трамп сказал, ты один раз покажи, как ты благовествуешь-то. Сними ролик. Он говорит, я фотографии пришли, но не фотографии, а ролик. Это же большая разница. И вот он теперь послал, я хотел ему написать. Думаю, нет, не надо, без меня ответят. Получается, вы снимаете свой нос и зубы. Один, видимо, никого нету, чтобы снимали, и он как-то прилепил там и... Бабушка Библию читает. Надо было бы как-то по Писанию говорить, например, Евангелие от Иоанна 3.3. Спросили бы, как она понимает. Слабо очень, на тройку не тянете. Вы только не обижайтесь. Когда даете Евангелие, старайтесь сразу беседовать, заинтересовать человека. У Володи Пащенко и у Никиты Колесникова, посмотрите, как хорошо они беседуют с людьми. Вот так. Евгений Трабко. Роман Фроликов. Благодарность вам, что исполнили мою просьбу о видеоролике, о вашем благовестии. Только камеру старайтесь держать прямо на себя, а у вас она снизу вверх направлена. Ну, видимо, никого нету, даже никого нет, ни одного человека, кто бы снимал. Да любого остановил, попросил и сняли бы. Неплохое начинание видеосъемки «Благовестие». Совершенствуйтесь в качестве видеозаписи. Роман Фроликов. Спаси Христос. Ну, там полторы минуты там снял. Вячеслав. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Много скорбей впереди. Жаль сына. Если можно, помолитесь за него. Павел. Павел. Вот это о том, как жена там не слушается. Рустам. Мир вам, Игнат Тихонович. А можно где-нибудь на Донбассе мне взять Евангелие для раздачи и благовестий людям? У меня нет таких красных Евангелий, как у вас. И тех, которых в роликах Роман раздавал. Хочу благовествовать. Три восписательных знака. Хочу. Спрошу у Игнатова Сергея. Вы, наверное, не знаете. Извините за беспокойство. Слава Христу. Надо адрес послать ему где-то. Только за пересылку берут они деньги. Кто-то берет на себя расходы за издание. Рустам. Спрошу у Игнатова Сергея. Вы, наверное, не знаете. Извините за беспокойство. Слава Христу. Игнат Тихонович. А можно найти себе другого священника и не говорить, что я был мочен? Попросить меня крестить по канонам. Не будет это считаться ложью с моей стороны. Поскольку священники такие хитрые и отказываются крестить, когда узнают, что я был мочен. Так я и думаю выкрутиться с этой позиции мудро, хитро и отморожено по-змеинному. Спасибо, Господи. Вот, представьте. Вот это кто-то прочитает там какие-нибудь-то. Сторожевой башни-то скажет. Ну вот видите, какой у них-то. Отмороженный по-змеинному. Он заранее знает, что это не говорится. Не просто по-змеинному, а-то змеинный змей. По-старославянски-то. Вот. Ну, как говорится. Я на это не иду никогда. Всегда открытое забрало. Открытое. Искать священника, который крестит. Думаю, не надо это делать. Я так думаю, не знаю, может кто по-другому не говорит. Могут объяснить, что я зачем говорить, когда он обманывает, не понимает. Ну, найдите такого, который понимает, что все было искренне, точно и несомненно. Вот теперь показать наши ресурсы. Сейчас немножко. Это вот мой мир. В моем мире. Тут сколько трудно переносится сейчас сюда. Чем это объяснить, не знаю. Это вот уведомления. Занятия, исследования. Вот. Справедливость превыше всего. Имя нет. Вот. Справедливость превыше всего. Все три слова с большой буквы. Ну, кто он такой? Мужчина, женщина. А вот есть возможность не показать. И начинает куролесить. Никогда в друзья не принимаете. Так. Ленты. Это что? Вот это вот наш православный форум. И вот интересно. Здесь личное. В личке можно переписываться. У меня один знакомый. Ну, и тут одно дело. Вопрос один ему как бы задает. Почему не ему, не самому вот этому. Одному из этих переписчиков со мной-то. Я тогда эти вопросы туда перекинул. Ответьте. Переписывал. Все. Теперь перестал переписывать. И не отвечает никак. Я заранее знаю, что тот, кто заделал замечание, он прав. А ему стыдно этому человеку. Вот это можно узнать. А вот православный наш видеоканал. Говорят, что цифры здесь ваши нереальные. Там другие должны быть. Я не знаю, но написано подписчиков 17 661 и просмотров 17 259 749. Ну, в среднем так. На одного подписчика 1000 просмотров. Говорят, это ваши нереальные. Ну, откуда я знаю-то? Я вручную считал. Много времени ушло. И разница с этой цифрой. То есть у меня получается вручную больше. Но это никакой роли не играет. Вот наш православный библейский сайт. Очень богатый. Самая дорогоценная. 4124 ответа по темам. Вот сейчас тема у меня идет, кажется, 12-е. Деньги. Деньги. Дальше дети. Лагерь будет. А это вот система говорит, сколько, где и как. На программы снижения веса потратили 51 миллион. Сегодня только. За один день. 51 миллион долларов. Ужас какой. Ну и вот. Я это все беру. События дня. Что, как. Убираю. Ну и немножко надо из вопросов взять. А вопросы здесь есть про деньгам. Я сейчас буду выставлять их. И мои ответы, которые я давал в университетах, по радио. Я сама видела, как епископ Антоний возле церкви не раз подавал этим пьяницам деньги. Всем подряд. И улыбался им. Молоденький прислужник держал перед ним какой-то мешочек с мелочью, который он горстями раздавал налево и направо. По прошайке давили друг друга и облепили епископа со всех сторон. А вы говорите, что нельзя подавать этим людям. Кто из вас прав? Что-то этот вопрос уже был. Тихо. Голубь-то у меня. То есть голубка садится опять на новое гнездо. Ответ. Этим любил заниматься русский князь Иван, прозванный Калитой. Калитой. Может быть, Калита. Калитой. Да. Денежный мешок. Вот так переводится. Да и другие цари и богатеи метали в народ монетой дешевый популизм. Это я отвечаю за кафедры. Эти приверженцы забывают о подателе такой милости в ту же самую минуту, как только деньги очутились в его кармане. Эти проходимцы возле церкви абсолютно ненасытные утробы. Они, подобно тому пьянице, жажду которого решили удовлетворить и спросили, «Если эту реку сделать водкой тебе хватит?» Он ответил, «Нет, не хватит». «А если море и океан сделать вином?» Он ответил, «И этого не хватит». «А сколько же еще тебе сверх этого надо?» «Бутылку». «Беседуя с некоторыми нищими, я пытался искренне им помочь. Но это не дало никакого результата. Чтобы расположить их к разговору, я сначала давал им деньги, потом, чтобы развязать их язык. Они рассказывали о своих бедах, что не могут оформить пенсию, а находящиеся на их иждивении. Но решительно не допускали, чтобы я походотайствовал перед властями, а я готов был взять их за руку и пойти вместе с ними в собес. Но после этого разговора все они ведут себя одинаково. Когда я прохожу мимо, они опускают голову, чтобы не здороваться, будто они меня не узнали. Работающие в милиции следователи с «домушниками», которые обворовывают квартиры, эту страсть к воровству называют клептоманией и сравнивают ее с наркоманией. И говорят, что практически не знают ни одного случая, чтобы кто-то, своровав, после этого снова не залез. Это, конечно же, знали святые отцы вселенских и поместных соборов и написали правило, что просить могут только те, у кого на руках есть мирные грамоты, которые выдают в церкви. Это канон, канон, он еще сегодня не исполняется. А у остальных хотя бы были иконы, и встретились они на базаре, то стоглавый собор повелевает иконы отбирать, а их ботагами бить и изгонять из города. Палками. У Антония много денег и никакого уважения к церковным канонам. Это Масендище был. И много трусостей перед всеми, даже перед проходимцами церковными. Вот я ответил, что много у него трусостей. О том, чтобы не подавали милостыню этим попрошайкам. В Барнаульском Покровском соборе говорил в пропаде только один священник, отец Симеон Титов. При росте где-то 160 сантиметров, 150 килограмм веса было у него. И один из попрошая кинулся на него драться и пробил ему голову. Это Сашка, вот. Мы этого Сашку скрутили, но за него стали заступаться бабушки. Теперь он попрошайничает прямо напротив краевого суда. Вот интересно, как я его видел, Сашка. Ну, сами расплодили, не знают, а что делать? Да что делать-то? Все уже сказано. Вопрос 865. Второй том открытым оком. Это мне так задают, и я так отвечаю им. Сегодня к нам на работу приходила монашка из Знаменской церкви продавать иконки. Она была без платка. Может, читали это? Читали, да? Ну, я и слушаю, что знакомые, но я все считаю. Теперь, что у нас здесь есть? Как вам там оставалось-то 2 или 3 всего, а тут что-то у вас много опять? О, я не то открыл. Ты прав. Это надо мне вот эти перенобразные... Я не с той папки открыл-то. Ага. Вот где надо. Вот эту открыть надо было. 2 или 3. Благодарю, Володя. Давай. Вопрос 1334. Четвертый том открытым оком. Объясните порочность страхования жизни, имущества. В Библии такой практики вроде бы не встречается. Ответ. Бог дал нам жизнь, и Он дарует ее продление. И Он же полагает ей предел. Те, кто придумали страхование людей, они меньше всего думают о людях. Это им выгодно. В случае несчастья, они обещают мне что-то вернуть из того, что я им отдаю. А если несчастье не произойдет, то мои деньги пропали. Получается, что, прося у Бога благословения на безопасный день, я гарантирую, что деньги мои отдаю в суе. Исайя 28.15. Вот так. Писание, писание, писание. Ну, кто будет отвечать? Смирнов? Или Грачев там, или Ткачев? Никто не будет никогда... Нигде так они не будут отвечать. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнию, сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Исайя 28.18. И союз ваш со смертью рушится, и договор у вас преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Вот. Чтобы местами писания отвечать, ни один священник сегодня этого не отвечает, ни Осипов тем более. Этот вообще как будто Библию в руках не держал. Страхование имущества что-то может тебе вернуть в случае пожара, кражи. Для неверующих в этом есть смысл. А для верующих, которые во всем уповают на Бога, это прямо противоречит всем его молитвам. Слово «уповать» встречается в Библии 155 раз. Второе царство, 22.3. Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Псалом 24.20. Сохрани душу мою и избавь меня, да не посажусь, что я на тебя уповаю. Псалом 85.2. Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед тобою. Спаси, Боже мой, раба твоего, уповающего на тебя. Притча 3.26. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранить ногу твою от уловления. Господь наш хранитель, и все в его руке. Земля от света повернет во тьму, и ветер с северным меняется на южный. Я ничего с собой не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом. Что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье полон дом, а завтра сплачет тот, кто веселится. В моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце, и зайдет опять, чтоб воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты, царю, царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но приблаженнее обретший вечность. Людская память, вечная вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но приблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего от Творца, и это тоже на земле не нова. Нечестью живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О, семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали? Не возноситесь, судья вас даст, и это будет бедствием из бедствий. Святые твои слова, Экклесиаст, все, что без Бога, суета, суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И романах Роман, 1987 год. Я сперва подумал, что это ваше святворение. Я тоже сначала подумал, что мое море похоже. Так, еще один. Вопрос 1186, 3-й том открытым оком, Марка. 10, 24, 27. Мученики ужаснулись от слов его на Иисуса. Опять говорит ему в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Объясните ответ Христа. Ответ. Богатство, это слово имеет в своей основе слово Бог. И не случайно, потому что Бог создатель всего. И все богатство мира Ему принадлежит. И все мы получаем от Его щедрой руки. И Бог спросит и умоляет нас, чтобы мы, страшно сказать, поделились с Ним тем, что Он нам дает, даром. Когда у человека нет надежды на Бога, он начинает брать заботу о вчерашнем дне на себя, терять веру в своего благодетеля. Господь же предупреждает, не заботьтесь, я вас пропитаю, берите манну только на один день. И когда человек в основу всего кладет богатство, оно делается для него Богом, идолом. 1 Тимофею 6.10 Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Излишнее богатство – это как горб верблюда, накопившего жир на черный день. Не богатство является причиной отдаления от Бога, а надежда на Него. Если человек уже привык купаться в роскоши, то отказаться от этого непросто. Это уже подвиг, как у Филарета Милостивого. И сам по себе нормально мыслящий человек, живущий без Христа, не должен идти на бедность. И богатому непросто спастись. Для человеков это невозможно. Но когда душа полюбит Бога и направляет путь свой в узкие небесные врата, то она ради возлюбленного через милостыню сразу или по частям все это предварительно отправляет на небо, чтобы легче было бежать за возлюбленным. Так, сколько у нас тут? 35 минут. 35. Ну, я считаю, что все. Спасибо, Христос. Тут вчера написали, Володя считает, говорит, или говорит, заменить, или чего там, все неправильно. То-то у другой там жалоба была, так что ты это учни. Ну, а что, как есть, так есть. А что еще? Ну, все равно, я говорю, у меня больше никого нету. Ура. Ну.